Россия должна быть прагматичной и экономной. Заключительное заседание правительства России в этом году прошло с участием президента. Владимир Путин поблагодарил министров за их работу в этот непростой период. Президент заявил, правительство сумело оправдать доверие людей. Антикризисный план кабинета сработал, что позволило нейтрализовать влияние внешних факторов на экономику. Выполняются все намеченные планы. Запущена программа импортозамещения, положительная динамика сельского хозяйства. Важным событием стала прокладка энергомоста в Крым. При этом Владимир Путин считает, что в будущем году министры должны действовать энергично, учитывая то, что кризис еще не закончился. Нужно быть готовыми к тому, что и период низких цен на сырье и на наши основные экспортные товары, да и, возможно, внешние ограничения могут затянуться. Необходимо самим добиваться результатов на имеющейся базе. Текущие сложности должны послужить стимулом для повышения эффективности экономики и социальной сферы. В будущем году, по словам Владимира Путина, правительство должно сосредоточиться на поддержке наиболее уязвимых секторов экономики, сельского хозяйства, легкой промышленности, автомобильного производства. При этом не забывать о социальных обязательствах и более оперативно реагировать на проблемы простых людей. В качестве примера президент привел ситуацию с водителями большегрузных автомобилей. По многим вопросам нужно быть просто, прямо скажем, порасторопнее. Вот известная ситуация с этими большегрузными машинами. Говорили же мы с вами о том, что своевременно нужно отменить транспортный налог. Можно было бы помочь людям выйти из тени и в то же время сохранить доходы, чтобы семьи свои содержать. Имею в виду возможность перехода, скажем, на патентную систему, о чем я уже говорил. Но есть и другие ситуации, в которых нужно действовать более оперативно. В свою очередь Дмитрий Медведев поблагодарил президента за поддержку, которую он оказывал правительству на протяжении всего года. И признал, что удерживать российскую экономику в устойчивом положении было довольно трудно. Премьер призвал министров оставаться прагматиками. Бюджет у нас очень жесткий, прагматичный. И более того, мы не исключаем того, что нам придется и в дальнейшем смотреть на то, как развиваются ситуации, что-то корректировать на жизнь из жизни. Так вот, все это нужно будет делать в максимально такой консолидированной обстановке. Самое главное, что отличало работу правительства в этом году, по мнению Владимира Путина, это эффективность и желание работать. Не было безразличия к решаемым задачам, которые стоят перед странами. Но была в то же время заинтересованность, желание работать и стремление решать эти задачи. Это самый главный, основной залог нашей совместной успешной работы. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи. В целом, президент оценил деятельность правительства достаточно высоко. Дмитрий Медведев поблагодарил министров за работу, а президенту предложил выпить по чашке чая или бокалу шампанского. По словам премьера, уж как получится. Сергей Халашевский, Крилл Янченко и Владимир Фомин, телекомпания НТВ, Москва.